Такая досада, пришлось пропустить встречу на этой неделе к Лиге Чемпионов, вы знаете. Я вот чувствовал, я просто знал, просто знал, что 4-4 будет в матче ЧС Ливерпуль, просто вот чутье, вы знаете, не изменило мне. И вот практически был уверен, что 2-0 будет после первого тайма и 4-4. И вот такая досада, именно это я не успел вам рассказать. Вы поверили? Мы правильно сделали. Вообще, конечно, приметы бывают потрясающие в том, что касается ставок. Я обратил внимание, что в этом году, когда НТВ Плюс посылает какого-то своего комментатора на матч за пределы города Москвы, матч заканчивается со счетом 0-0. Представляете? Амкард ЦСКА, у нас Костя Енич летал, он так и не смог выйти в эфир, там со связью были проблемы, но 0-0. Кубань, Том, Леша Андродов поехал, 0-0. Зенит Амкар, я поехал в Питер по совершенно другим делам, я не собирался комментировать этот матч, но в конце концов комментировал и 0-0. Представляете? В этом туре у нас никто никуда не едет. Можете быть уверены. Поэтому я буду исходить из более реальных посылок, чем чуйки или такие общетеоретические рассуждения. Начну с матча чемпиата Испании. Я один матч испанский в этом туре хочу вам предложить. Мне кажется, очень любопытная ставка в матче Хитафи-Барселона. Вы помните, что в прошлом туре я предлагал вам играть против Хитафи, я потом посмотрел эту игру, явно я недооценил эту команду. Она снова приобрела такую хорошую плотность. Поэтому предлагаю вам повторить ставку, которую я на днях уже вам советовал. Тогда я играл в Вальгидали дома с Барселоной, и я рекомендовал вам играть хозяев с форой плюс полтора. А сейчас предлагаю сыграть Хитафи плюс полтора против Барселоны. Почему? Да потому что Барселона сама находится в плотном графике игр и приближается матч, в частности, с Реалом. Очень важно сейчас правильно распределять силы, и я думаю, Барселона постарается сыграть очень прагматично. Она же еще играет и в гостях. Полагаю, что в этой связи Хитафи вряд ли должен проиграть больше, чем в один мяч. Вот поэтому, думаю, надо играть таким вот образом. Коротенькая ставка, она у нас будет за половину идти сегодня. Предлагаю сыграть Амкар-Кубань меньше двух с половиной голов в матче. Потому что прорыв может случиться, конечно, в любой игре. Здесь, мне кажется, обе команды играют достаточно прагматично. Чтобы вот на это уповать. Амкар все-таки еще ни одного мяча не забил. И вот Москва тоже не забивала, не забивала. Потом забила три. Но там была очень удачная игра команды соперника. Я думаю, что Кубань вполне организованный клуб и провала не допустят. Поэтому в матче Амкар-Кубань будет низочек, кто-то меньше двух с половиной голов. Динамо против Ростова. Еще один матч, в котором, мне кажется, есть смысл играть в России, это игра Ростов-Крылья Советов. Я вам советовал в прошлом туре играть Динамо против Ростова. Объяснял это тем, что Ростов команда удачно стартовавшая, но при этом не показывающая стабильные игры. Конечно, ставка оказалась куда более боевой, чем могла бы, потому что у Динамо было удаление. Но все же анализ-то матча был верный. Ростов, собственно, и подвела та самая ситуация, что он не смог играть первым номером. Не смог играть достаточно надежно в обороне. Там было очень много ненужных нарушений. Одно из них и привело к взятию ворот Динамо. Вот и сейчас Ростов будет принимать крылья Советов. Конечно, для Ростова эта игра домашняя. Но, тем не менее, я думаю, что вы убедились, Ростов все-таки пока еще достаточно сырой. Хотя, Ростов сейчас достаточно сыр, но это было бы смешно. Поэтому Ростов еще довольно сырая команда, чтобы вести самостоятельно атакующие действия и взламывать организованную оборону, какая есть у крыльев. Крылья, вместе с тем, команда очень организованная. Команда очень хорошо умеющая исполнять стандарты. И в ситуациях, когда Ростов, я думаю, все-таки будет играть достаточно осторожно матч дома, полагаю, со стандартами все-таки не убережется. Поэтому предлагаю вам сыграть крылья Советов с форой 0. В этом матче, по-моему, достаточно неплохая ставка. Особенно учитывая, что она хорошо оценивается на сайте Betfair. Центральный матч тура в России – это игра «Локомотива» и «Зенита». Здесь матч, казалось бы, на три результата. Хотя «Зенита», безусловно, сейчас выглядит более классной командой. Как выбрать здесь ставку? Я думаю, нужно исходить из того, что «Локомотив» в каждом матче пропускает и в каждом матче сбивает. И в этой ситуации, мне кажется, в этом матче правильно играть вверх. То есть «Тотал» больше двух с половиной. Опять-таки, здесь игра от «Букманистской» линии. Я считаю, что она недооценивает возможность такого исхода. Здесь, безусловно, матч команды может складываться по-разному. И ставка эта боевая. Тем не менее «Локомотив» и «Зенит» больше двух с половиной голов в матче. Ну и последняя ставка на эти выходные. Я вот в последнем туре так вышло, комментировал матч участия футбольного клуба «Москва». И, вы знаете, мне показалось, что команда преодолела. Преодолела какие-то свои внутренние тормозы, раскрепостилась, начала забивать. И вместе с тем, скучнейший матч показал «Сатурн» в матче с «Нальчиком». Я, правда, по другой своей статье, по журналистской. Много критиковал «Сатурну» после первых двух игр, где команда не показала вообще никакой внятной игры. Полагаю, что и матч с «Нальчиком» укрепил это рассуждение. Полагаю, что в «Сатурне» в скорое время поменяется тренер. Хотя это не важно. На это ставки, по-моему, не принимаются. Я думаю, что Москва, как минимум, не проиграет «Сатурну». И, учитывая неплохие стандарты Москвы, может и победить. Вот так я думаю на этой неделе. Помните, что участвуя, выходя с моего видеоблога на сайт Badfire, вы, если вы делаете ставки, участвуете в розыгрыше путевки на финал Лиги Чемпионов. За сим у меня всё. Я вам передаю привет. Желаю всяческой удачи. Ну и всё.